Уважаемые любители моих небольших роликов о эволюции, искусственном отборе и вообще всяких событиях, которые происходят с гоминидами, то есть с людьми, с нами. Сегодня у нас такой очень своеобразный ролик, он связан с тем, что мне очень много задают вопросов о том, что существуют проблемы с образованием. Вроде бы всё доступно, и интернет создаёт иллюзию о том, что у нас очень много доступного образования. Ну, буквально здесь разговаривал с одним, скажем так, чиновником, который в зрелом возрасте уже находится, и в ответ на какие-то там вопросы он говорит, ну, я потом погуглю. Милый друг, он погуглит. То есть вы можете себе представить, первое, знаний нет, значит, никаких. Второе, он будет гуглить, и из гугла или википудии, значит, педии, он получит знания, которые там, значит, вешают соответствующие граждане. Ну, мало того, что там слабоумных, там через одного, там просто жулики и откровенные прохиндей, создающие иллюзии. То есть и вот в этой среде он спокойно оперирует к нему и в ней живёт. Пользуется её критериями, пользуется пониманием, пользуется алгоритмами, навязанными ему. Обратите внимание, очень многие и взрослые люди, и школьники, они пользуются готовыми алгоритмами мышления, то есть они не находят решение. Они, собственно говоря, перебирают варианты, которые им подсказывают гугл, там, википедия, ещё что-то. И, собственно говоря, никаким мнением не обладают. При этом иллюзия их подкованности во всех областях очень велика. Ну, раньше этим блистали люди, у которых была неплохая память, а сейчас это просто вот справочник. Ну, всегда приводит знаменитую историю о том, что вот когда проверяющие пришли к Отсону и Крику, ну, это те самые, кто смог расшифровать структуру ДНК и спросили у Крика, а вот вы там напишите нам пару оснований, чтобы проверить, чем вы здесь занимаетесь. Он говорит, зачем? Взял книжку, с полки открыл, говорит, вот они. Зачем мне их помнить? К сожалению, это не работает. Это хорошо, когда вы занимаетесь такими вещами, которые, в общем-то, понятны, но в большинстве случаев надо пользоваться головой. И, в общем, расцвет научно-технический, быстрый прогресс, он с этим и связан. Но для этого надо проникать в суть вопросов и ими заниматься. Раньше проникали очень интересно. Вот у меня в руках книжечка, такая тоненькая. На самом деле я встречал и потолще сделаны. В данном случае это записки анатомии черепной, грудной и брюшной полости по лекциям прозектора Лесгофта. То есть что это такое? Это студенты сами писали лекции. Вот так. А потом в те времена тоже были своеобразные всякие приемы и сдавали их для того, чтобы нерадивые студенты могли взять и почитать написанную родивым студентам лекцию. И таким образом бесценные знания передавались. Обращаю ваше внимание, что год этого студенческого сам из дата 1868. То есть книгопечатания уже было, но тем не менее. И знания так высоко ценились. А тогда Лесгофт был просто прозектором, что было незазорно переписывать его лекции и даже размножать и даже продавать. Тут некоторые студенты на этом зарабатывали. То есть в те времена, кстати говоря, в академии художеств тоже практиковалась учеба не изображения оригинальных, как будто на детских рисунках искалеченных мальчиков и девочек, которые любят потом нас продавать как высочайшие произведения абстрактного искусства, а просто заставляли студентов что делать? Идти в общедоступные музеи садиться и копировать картины. Потому что пока бестолковый молодой художник не изобретал полеты над трубами, а рисовал, копируя величайшие образцы живописи, он учился. Так же точно он учился, когда переписывал или записывал лекции. То есть знания надо загнать в голову. Это очень сложно сделать. А современная система образования состоит в том, что там особенно онлайн все эти образовательные курсы, что человеку дают возможность получить иллюзию. Отсюда и название ролика – иллюзия ума. Иллюзию образования, а не его реальное наличие. То есть это очень хороший способ, потому что позволяет огромному количеству людей, которые стремятся к высшему образованию, на самом деле его не получать. Отсюда все эти замечательные системы бокоплавов, бакалавров, специалистов, а сейчас их еще дробнее стали делить. К сожалению, те, кто это решает, сами, скажем так, не слишком образованы и не слишком воспитаны. Потому что иллюзии, имитации бурной деятельности министерских чиновников никакого отношения к образованию не имеют. Образование нужно уметь взять, даже если тебе его дают. Для этого недостаточно ходить на лекции, для этого недостаточно сдавать экзамены. То есть речь-то идет о чем? О том, чтобы человек научился думать, а не находить в Википедии ответы на экзаменационные вопросы. Именно для этого была в свое время введена система ЕГЭ. Когда подменяются реальные знания, умение ими оперировать, с помощью вот этих наборов цифирик, которые играют такое большое значение, удалось вышибить, в общем-то, несколько поколений из образовательной системы, оставить их полными дураками. Это была одна из моих причин, почему я покинул преподавательскую деятельность, прекратил преподавать в Московском государственном университете, поскольку уже в преподаватели стали попадать такие гибриды искусственного интеллекта. Но в этом отношении, сами понимаете, что искусственный интеллект действительно нужен до зарезу очень многим людям. На самом деле. Потому что их интеллект не дотягивается до искусственного. Они даже на этом уровне не могут соображать. То есть, увидев закономерность некоторую, они ее не могут распознать. Почему? У них мозг, что ли, ограничен? Да нет. Ну, что вы. Все нормально. Они могут вполне это все сделать. Они не хотят. Я уже многократно об этом говорил, писал в своих книжках. Проблема в том, что думать очень накладно. Большие расходы энергии. И в результате человек старается всеми силами избежать мыслительного процесса во всех его проявлениях. Даже если он вынужден что-то делать, что он старается. Но старается, как сейчас уже возможностей много, он берет, например, сочинение или реферат, GPT-чат. Обращаю ваше внимание, что определяется то, что это написано вот этой псевдоинтеллектуальной чушью, то есть инструментом синтеза на заданную тему, различается очень легко. Хорошо или это плохо? С точки зрения страны, например, государства, это, конечно, очень плохо, потому что мы размножаем ленивых дураков. Понятно, что он всегда, это знаете, как бизнесмены такие вот 90-х годов. Они кончали университеты. У меня даже такие были студенты, которые хотели делать там практически работы или дипломы. Они кончали университет, он говорит, ну вот мы сейчас поработаем, денег заработаем и потом вернемся в науку. Ну, во-первых, ни один не вернулся. Они погрязли в каких-нибудь матримониальных, репродуктивных проблемах, ну и так и кончились ничем. Таких очень было много. То есть это иллюзия. Иллюзия того, что ты завтра сможешь залезть в интернет и тебя всему научат, это неправда. Нет. Мозг медленно созревает. И нужно рано начинать загружать его теми важными вопросами, которые вас интересуют, которыми бы хотелось бы заниматься. То есть мозг требует, он медленно работает. Это не GPT-чат, которому можно каждый полчаса загружать новый. Мозг работает человеческими медлями, но зато он умеет потом оперировать полученными знаниями. А это очень важно. То есть человеческое творчество – самореализация. И об этом у меня спрашивают. От чего зависит? От того, сколько вы вложите в эту самореализацию. Сколько времени вы потратите на то, чтобы освоить школьный учебник, ну, например, там, не знаю, химии. Сколько вы времени потратите потом для того, чтобы применить эти знания, соответственно, образовываться? Без этого использование мозга невозможно. Невозможно за три минуты погуглить и стать специалистом по решению проблем. Потому что специалисты такие убогие. И результаты столь дегенеративные. Поэтому, уважаемые слушатели, если вы хотите научиться что-то делать и пользоваться не имитационной иллюзией ума, а настоящей, нужно вкладывать силы, время и средства. А в противном случае будет иллюзия ума. Это очень хорошо, потому что для многих людей это способ самообмана, который позволяет ничего не делать, не тратить лишнюю энергию и спокойно предаваться обезьяням удовольствием. Ну, я тоже вот немножко мискалем приобщусь к обезьяням удовольствия. Кто не без греха. Все, в общем-то, мечтают занять место вот этих мышей. Одна здесь торчит в сыре, прорезав дырку большую. Вот, видите. Вторая здесь уже отгрызла кусок и трескает его с аппетитом. Чудесная скульптура, отражающая мечту и суть человечества. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. Хотите пользоваться мозгом, вам придется его иногда хотя бы напрягать. Иначе он разучится работать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok